День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек и Александр Шунин к нам присоединяется Швамблдор. Дамблдор, хотел сказать. Швамблдор, художник Илья Борисов, NFT-художник. Вот, давай поясним, что Швамблдор – это не непроизволенный набор звуков или букв. Это псевдоним, в общем-то, имя, под которым художник Илья Борисов известен всему миру. И, на самом деле, Илья, пожалуй, самый известный русскоязычный NFT-художник планеты. Каким образом? Можно ли еще найти место под солнцем NFT? И почему это становится таким источником дохода, который может принести и миллионы евро, и миллионы неприятностей, как мы сейчас тоже поговорим? Доброе утро, Илья. Доброе утро. Итак, чем вы вообще занимаетесь? Как это понять? Как это описать? Вы художник, NFT-художник. То есть, ваши… Где ваши холсты, краски, палитры? Это все в электронном виде, только в сети и покупаются только частями или полностью? Ничего не знаем. Я постараюсь кратко объяснить. Я, в первую очередь, генеративный художник. Это… И я себя не позиционирую как NFT-художник, потому что я занимался тем, чем я занимаюсь до того, как появилась возможность продавать это в NFT. И даже если она закончится, я буду продолжать этим заниматься. Это просто то, что я делаю. Я не рисую в обычном традиционном понимании этого смысла, этого слова. Я пишу код, который генерирует картинку на экране. Ну, ее можно точно так же распечатать, проецировать куда-нибудь. То есть, картинка генерируется с помощью кода. Генеративный арт – это такой вид искусства, когда я придумываю что-то, буквально, как оно будет выглядеть. Но часть параметров, которые генерируют эту картинку, они случайны. То есть, по факту, используется одна единственная функция, которая генерирует случайную цифру. И диапазон, в котором происходят эти генерации, задаю тоже я. То есть, на выходе мы получаем определенного рода изображение, которое при каждой итерации, при каждой новой генерации меняется, но при этом сохраняется общий концепт и идея. Вот это генеративный арт. То есть, по факту, объектом искусства является алгоритм его производной. И эти производные бесконечны. Но ими можно наслаждаться практически, получается, бесконечное количество раз. И даже сами вы не знаете, что получится в следующий раз. Верно, да. В этом заключается сама магия. То есть, каждый раз, каждая новая итерация будет отличаться от предыдущей. Но в случае, допустим, с коллекциями в NFT, я сам ограничиваю, какое количество будет выпущено. То есть, итерации бесконечны, но, конечно, со временем среди них будут попадаться похожие друг на друга. Поэтому вариативность каждого алгоритма, она разная. И она определяет конечное количество копий. Допустим, 400, 500, 1000. То есть, можно... То есть, по большому счету, то, с чего мы начали распечатывать, на стенку вешать, нет никакого смысла. Потому что иначе ты потеряешь всю эту суть. А наоборот, легко, наблюдая за изменениями вашего произведения, так вот залипать надолго, часами, как она сама себя воспроизводит. Ну вот есть два вида. То есть, есть у меня один момент, когда я публикую это в виде именно как алгоритмы и программы, где вы можете самостоятельно, постоянно переключать. А основные мои доходы, они были сделаны на платформе Artblocks. И там эта итерация генерируется в тот момент, когда вы ее покупаете. То есть, вы не знаете, как бы покупаете такой черный ящик. И в момент этого эта итерация появляется, она закрепляется. Это либо статическое изображение, либо оно двигающееся. То есть, да, вы его можете не только распечатывать, но и вторая его особенность. Так как вы по факту покупаете кусок кода, записанный в блокчейн, который генерирует эту картинку, этот код сделан таким образом, что у него нет ограничений, допустим, по размерам. То есть, это ограничивается только аппаратными мощностями компьютера, который это генерирует. То есть, допустим, предположим, лет через 20 будет такой мощный компьютер, который сможет, к примеру, проецировать это на небосвод в огромном размере, не без потери качества. То есть, у него нет ограничений по размерам. Вы можете его сейчас метр на метр распечатать. То есть, получается, что это искусство, которое с годами еще будет более, ну, я не знаю, трансформироваться, меняться и... Например, все новые возможности. Это что-то новое, да. И мы как бы все смотрим, это все делается за делом на будущее, да, что, имея даже код, который делается сейчас, можно будет воспроизводить этот арт в каком-то абсолютно новом формате. Илья, а вот скажите, пожалуйста, генеративное искусство, вот вы были первым художником или взяли чью-то идею, или эти идеи бродили по свету и появлялись в разных странах в разное время? Сама идея генеративного искусства, она появилась еще в 60-е годы, с появлением первых компьютеров, потому что буквально моментально людям пришла в голову мысль о том, что что-то можно программировать со случайными параметрами. Основное развитие это получило уже в 90-е годы, и в 2000-е, когда компьютеры стали доступны простым людям, и люди стали экспериментировать с графикой. Но очень интересно вышло, что об этом мало кто знал, и, допустим, когда я начал этим заниматься, для меня было абсолютным открытием. Я это сделал случайно, я просто программировал игру, и почему-то мне пришла в голову мысль задать случайные параметры для каких-то элементов на экране. Я понял, что с каждой итерацией, с перегрузкой, это будет по-разному выглядеть. Я буквально вбил слова «generative art» в гугл, потому что они просто пришли мне в голову. Там буквально целый мир для меня открылся, потому что оказалось, что это целое направление, там свои художники, огромное количество материала, но это каким-то образом не проникает вовне. То есть не пытаясь найти это специально, ты как бы и не наткнешься, скорее всего, никогда. И вот потом во многих сообществах, общаясь с другими артистами, у нас всегда была задача распространить как можно больше информацию об этом, потому что у этого жанра есть огромное количество возможностей для применения и большой потенциал в разных сферах, не только вот прям как искусство. Если не заинтересоваться, то практически не узнаешь. Но вот благодаря вот прошлому году популяризации через NFT, то есть очень большое количество генеративных художников стали известными, и этот жанр стал достаточно известным. Как бы информация об этом жанре распространяется. Кто является целевой аудиторией генеративного искусства? Компьютерные гики, инвесторы, люди, которые случайно на гуглили, что любители искусства? Фантастики, может быть? Если мы говорим о покупках, таких как NFT, то там просто свои ценители. Так получается, что жанр достаточно сложный, так как сам мир NFT – это такой большой пузырь для гиктов, вы правильно сказали, то генеративное искусство – это еще один пузырь внутри этого пузыря. То есть там есть определенные порог входа, и сложность, к примеру, какого-то произведения, лично для меня, она выражается не только в его визуальной составляющей, но я еще всегда анализирую, какие усилия, каким образом это было сделано. Потому что инструментарий генеративного художника достаточно ограничен. То есть у нас вот геометрия, алгебра, линейные, и вот буквально формулы, алгоритмы, и у нас сильно ограничены возможности. Допустим, мы не можем сделать что-то безумно красивое, как в фотошопе люди делают, и бессмысленно выставлять наши работы рядом с ними, но красота немного в другом. И что касается широкого применения, то я думаю, мы сейчас увидим более серьезное распространение, в том смысле, что, возможно, например, коллаборации с домами моды, к примеру, потому что не очень круто генерировать паттерны какие-то, которые могут быть использованы в одежде. Я, это такая полусекретная информация, но я знаю, что грядет с неким крупным брендом коллаборация, известных достаточно художников. И, в принципе, генерация может быть использована где угодно, я думаю, даже в архитектуре. То есть при задании определенных строгих параметров можно генерировать что угодно, от самих зданий до просто фасадов или каких-то элементов. Да, но, Илья, одно дело случайность в каком-то принте, например, на одежду, на майку, а другое дело случайность в архитектуре. А случайность, если я правильно понимаю, только ключевую в генеративном искусстве. То есть ты написал код, написал формулу, задал вот эту вот возможность вариативности, и нельзя так с созданиями, они не могут меняться, они должны четко стоять, твердо, не падать, не складываться. Я думаю, это скорее разговор идет о нефункциональных вещах, а о том, как оно будет выглядеть. Украшения здания. Ну, да. Лепнина, условно говоря. Элемент дизайна, скажем. А является ли конечным число произведений, которые можно создать вашим способом, или это выход в бесконечный астрал? Бесконечно, абсолютно. Я говорю именно о том, что когда ты создаешь какой-то арт и алгоритм, который будет генерировать этот арт, самая сложная задача для генеративного художника сделать достаточную вариативность, то есть чтобы достигнуть большой вариативности, количество параметров, которые меняются, должно быть достаточно большим. диапазоны должны быть достаточно большими. Но при этом не выйти за рамки концепта. То есть, грубо говоря, мы берем первую террасу, берем там десятитысячную террасу, они отличаются явно друг от друга. И в то же время мы сто процентов можем сказать, что этот арт принадлежит... Ну, то есть мы видим его и понимаем, что он называется так, потому что вот у него есть очень явные узнаваемые какие-то параметры, которые сразу бросаются в глаза. Сохранить концепт и большую вариативность. Представляете? Но все равно за пределами всегда будет появляться схожесть и слабо отличимые вещи. Поэтому и коллекции ограничиваются там. Кто-то делает не очень большую вариативность, он ограничивается там ста итерациями. Допустим, создать коллекцию, достойную на тысячу итераций, я считаю, что на данный момент буквально на пальцах двух рук можно пересчитать художников, которые способны это сделать. Это действительно очень сложно на самом деле. Люди работают по полгода над одним релизом. А можно взять в руки прототип генеративного искусства, калейдоскоп, как в детстве? Ну, это же примерно то же самое, по большому счету. Да, это самый довольно яркий пример. То есть мы всегда на это смотрим, мы всегда сразу понимаем, что это калейдоскоп, но какие-то вот штуки мы уже начинаем ставить через там тысячу-две, и они слишком похожи. У них отличия есть, но они слишком похожи. У нас очень мало времени осталось. Вот, Илья, может быть, несколько слов о том, каким образом вам удалось добиться действительно успеха, и почему этот успех обернулся какими-то вот такими неприятностями? Ну, сейчас мне уже полегче об этом говорить, потому что на какую-то стадию вышло понимание того, что происходит. Ну да, мне... 10 февраля мне арестовали все счета и все деньги. Три месяца я не мог понять, что происходит, и не смог добиться от правоохранителя органов никакого внятного ответа. Но на данный момент известно, что меня подозревают, эта цитата, в участии в сложной схеме с целью отмытия преступно нажитых средств, что является полным бредом. И мне пришлось создать целый сайт и выложить в открытый доступ все свои данные, всю свою историю как артиста и все транзакции всех людей, которые у меня покупали в арт. Он и так в открытом доступе, потому что это блокчейн, и всегда все можно посмотреть, и скрыть там практически ничего невозможно. Но я это систематизировал, каталогизировал, и теперь каждый человек на планете Земля может зайти и убедиться в моей честности. Но наша правописная бюрократическая система работает не так быстро, поэтому на самом деле я просто жду сейчас счастливого разрешения этого вопроса и нисколько не сомневаюсь в том, что все будет решено отлично. Думаю, что я просто пал жертвой некомпетентности, что в целом тоже понятно, потому что это сфера, которая требует глубокого погружения и больших технических знаний. Вы с такой легкостью об этом говорите. Добавим немножко вводных. Дело в том, что арестован не просто счет, арестованные счета на миллионы евро, и Илье грозит до 12 лет лишения свободы, потому что подозревают в отмывке. Ну, скажем так, это действительно дело новое, и просто правоохранительный орган, очевидно, видит, что у человека внезапно появляются большие суммы денег, и это их настораживает и напрягает. Да, но при этом он платит налоги. Да. Илья, кстати, об этом. Алькополь не платил, кстати. Были ли какие-то подобные происшествия, злоключения с вашими коллегами за рубежом? То есть вы сами сказали, сфера новая, надо разобраться. Разобраться не только латвийской полиции, но и во всем мире нужно как-то понять, как это работает. Да, это обсуждалось с самого начала. То есть артисты, люди, я скажу так, довольно ранимые, и многие вообще пытаются не связываться, не любят эти все деньги, известности, все эти сложности. Все люди просто любят творить. Это обсуждалось многократно на протяжении и сейчас продолжает обсуждаться легализация доходов в разных странах. Я знаю артистов со всего мира, в том числе тех, кто намного успешнее меня и заработал больше. Проблемы были в той или иной степени у всех. Это проблема с налогообложением, сложности с бухгалтерией, сложности с консервативными банками, которые не хотели связываться с криптовалютой. Но все они были решены, потому что сейчас уже вторая половина 2022 года, все легализовались, все заплатили налоги, и ни у кого не было уголовного преследования. То есть мы впереди планеты всей, как всегда. Но я говорю, я боюсь, что я просто жертва некомпетентности. Хватило бы получаса, чтобы понять, что я не физически никак не могу участвовать ни в каких отмывах, что я реальный художник. Ну, предположим, что просто не было в нашем уголовном таком праве подобного прецедента, чтобы система была научена работать. Ну, примерно так же, как система, которой вы пишете коды. Здесь просто не написан код, система не знает, как реагировать на ваш случай. Да, это и жуткая нервотрепка. Вопрос заключается главный в том, что я был, ну, учитывая, как я общаюсь с другими артистами и так далее, я был изначально готов. У меня огромные просто пакеты документов и всего. То есть мне же приходилось проходить АМЛ, КИОСИ в банке. То есть я туда все посылал. Это заняло около двух недель. Меня вызывала служба безопасности нашей страны, ВАУС, ДРОШ, БАЗДЕНОС. Я туда все приносил, показывал. Я был точно так же готов вообще отвечать на любые вопросы. Дело в том, что прошло уже пять месяцев, уже шестой, по-моему, идет, но со мной до сих пор никто не поговорил из Управления по борьбе с организованной преступностью. А изначально они вообще отказались идти на контакт. Я говорю, а три месяца я вообще не знал свой статус. Ни в чем меня обвиняют, ни почему у меня что-то заблокировано, не ведутся ли какие-то действия. Со мной просто отказывались говорить и не выдавали мне решения. Поэтому вот к этой части вопроса у меня максимальные претензии. Я считаю, что они ни с кем не должны так обращаться. То есть я изначально был готов на сотрудничество. И в момент, когда деньги начали ко мне поступать, у меня не было ни малейших сомнений о том, куда я хочу заплатить, как я хочу выводить эти деньги, в какой стране я хочу платить налоги. Потому что есть страны, намного более лояльные к индивидуальным предпринимателям и тем, кто работает с криптовалютой. Но мне хотелось, чтобы это все осталось здесь. Я думал, что как минимум со мной будут разговаривать и идти навстречу. К сожалению, этого не произошло до сих пор. Ну, раз следствие идет, то наверняка еще будут ждите вызова. Мы так с Олегом уверены, что все счастливо в вашем случае разрешится. Илья, ваш случай станет прецедентом в уголовном праве Латвии. Это безусловно. Что касается, возможно, последователей, учеников. А есть ли молодые или не очень молодые ребята, которые обращаются, говорят, слушай, можем ли мы с Шуниным, короче говоря, заработать тоже миллионы в этой сфере? Ты такой классный, всемирно известный, все так умеешь делать, я тоже хочу научиться. Есть ли уже такие последователи? Таких огромное количество. У меня в целом закрыты личные сообщения везде по этой причине. Дело в том, что истории успеха в любом случае абсолютно индивидуальны. И могу сказать точно, повторяю это много раз, когда это все начиналось, и когда я все это делал, и я об этом пишу на сайте, у меня никогда не было мысли о том, что я буду зарабатывать миллионы. Моей единственной финансовой целью было попробовать сделать так, чтобы мое любимое занятие стало основным источником дохода. То, что произошло дальше, это просто безумный труд, и удачное истечение обстоятельств, как обычно в этих случаях бывает. Я считаю, просто если человек ставит себе цель заработать, особенно на искусстве, то, скорее всего, у него ничего не получится, потому что... Здесь речь скорее идет о самореализации, да? Здесь вопрос именно... Ну, у меня... Я не преследовал цели зарабатывать деньги в тот момент, когда я это делал. То есть я увидел, что просто за то, что я делаю, мне платят, и это же не только деньги, это внимание, это люди комментируют, это фан-база, можно так назвать. То есть это что-то такое, что тебя захватывает в такой невероятный водоворот, и это еще больше стимулирует твою креативность, стимулирует тебя творить. Как простимулировала креативность вот эта неприятная ситуация? Вы же не перестали творить? Я перестал, как минимум, на полтора месяца. То есть там было все вместе. То есть началась война в Украине через некоторое время после этого случая. Еще были события, которые меня просто, можно сказать, согнули пополам. И да, я не смог какое-то время работать вообще, я просто тупо в стену смотрел, но там был еще момент, что я выжидал, потому что каждый день я думал, что сегодня мне скажут, что происходит, потом думал, что сегодня, потом сегодня. Так каждый день. Ну, я ждал новостей, потому что я не мог поверить, что это невозможно в современном правовом государстве в члене Евросоюза вот так, чтобы тебе просто никто ничего не говорил и отказывались с тобой разговаривать. Ну, то есть это было за рамками какого-то здравого смысла, и поэтому я как-то совсем растерялся в этой ситуации поначалу. Илья, к сожалению, время наше эфирное подходит к концу. Мы, безусловно, желаем вам и победы, и стойкости, и выдержки, и новых работ, и новых учеников. На самом деле, всего самого-самого доброго. С нами был всемирно известный генеративный художник из Латвии Илья Борисов, он же Швемблдер, который поделился, ну, не самый приятный, признаем, жизненный ситуацией. Еще раз пожелаем удачи и всего доброго, Илья. Пока. До свидания.